Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи Георгий Сатаров, социолог, политолог и экс-помощник бывшего президента России Бориса Ельцина. Здравствуйте. Слушайте. Здравствуйте. Да, и с недавних пор еще и автор YouTube-канала. Кстати, как запустились? Да ничего. Я думаю, что еще раскрутимся. Вот сегодня сравнялись аж целых 800 подписчиков. Пока маловато, но я думаю, будет больше. Ну что ж, мы призываем наших слушателей также подписываться на ваш YouTube-канал. Георгий Сатаров вас может там найти. И вы регулярно теперь будете выкладывать какой-то контент. Абсолютно. Ну вот сегодня, наверное, и ютуберов, и журналистов, и экспертов, и просто людей волнует то, что происходит в Республике Беларусь. Вот как вы видите развитие событий? Какое у вас мнение по этому поводу? Вы знаете, ну, ситуация довольно неопределенная, потому что вот то, что я вижу, я могу сказать, что я вижу сегодня, вот уже сейчас, да, поскольку я очень внимательно слежу, и поскольку, как бы, ну, вот, пользователи YouTube очень живо реагируют на как раз новости, кошка тут мешает, лиска не мешает, кошка очень ревнует меня к компьютеру, вы учтите, пожалуйста, особенно к общению со зрителями. А говорят, ведь кошки гуляют сами по себе, оказывается, не всегда это так. Нет, моя гуляет со мной. Вот. Ну, не будем отвлекаться. Значит, вот сегодня уже абсолютно отчетливо проявилась смена стратегии протеста. Это уже дневные акции, это уже нечто вроде, ну, то, что теперь принято называть флешмобами. Это в основном женщины. Молодые, я бы сказал, пока исключительно женщины. В основном молодые, ну, иногда встречаются и совсем девчонки школьного возраста, и пожилые, милые дамы. Вот. Ну, вот, например, в Минске есть гигантский рынок, главный рынок города Минска, Комаровский, так называемый, в советском районе, что символичное. Вот. И сегодня там была гигантская цепь из женщин. Ну, видимо, они уже договаривались, потому что все в белом. И они стояли, держали разные плакаты, символы, сердечки, цветы. Ну, например, надпись такая. «Бей меня, не жалей, пожалей своего сына». Да, и так далее, да. Вот. Это все акции, направленные против насилия. Это была первая. Да, приехал ОМОН, потребовал, чтобы они разошлись. Они закинули руки за голову, вот так, как преступникам положено. И стали в этой позе расходиться. А потом на те места, где они стояли, они положили цветы и двинулись колонной туда, в сторону центра. И уже с этим непонятно, что делать. Это совершенно другое. Потом около другого торгового центра появилась аналогичная акция. Потом еще где-то. И, ну, как эти... Вот зверики-то эти, садисты, всю ночь, они же сейчас... Да, вы у нас сейчас зависли. Мы будем надеяться, что мы вернем... А, вот, вы вернулись к нам на прямую связь. Да. Вы сказали всю ночь, что всю ночь, по всей видимости, ОМОНовцы. Вы хотели продолжить эту мысль. А вот эти садисты, которые всю ночь работали на Лукашенко, они же сейчас отсыпаются. Там только какие-то дежурные. И если мужчины и женщины, протестующие в Белоруссии, начнут работать посменно, то они просто приведут к изнурению всего этого ОМОНа. А если это там ОМОН будет, или там эти внутренние войска, там Альфы и прочие уже военных к этому подтягивают, что, на мой взгляд, большая ошибка Лукашенко. И если они будут делиться на две смены, ночную и дневную, то мужчины и женщины в Белоруссии очень быстро их просто доведут до полного истощения. Их не будет хватать на то, чтобы этому противостоять. Это я фантазирую, конечно. Но что я вижу отчетливо, что протест просто меняет формы. Он ищет себя. И так уже, на мой взгляд, Лукашенко перешел точку возврата, когда с ним можно договариваться. Он уже не просто преступник, он главарь садистов. Это другое качество. С ним неприлично садиться за стол. И если любое его движение сверх того, что он уже достиг, я думаю, может вызвать совершенно перешимый взрыв. То есть протесты еще не закончились, потому что вчера появилась информация о том, что протест стихает, что силовики смогли подавить, запугать своей жестокостью людей. Ну и, по крайней мере, да, судя по лентам информационных агентств, все-таки было гораздо меньше сообщений вчера ночью, нежели чем в два предыдущих дня, если говорить о ночных протестах. Ну, конечно. Вчера ночью задержали всего тысячу человек. В предыдущую две тысячи, в предыдущую три тысячи. И они на этом основании могут сделать выводы, что протест стихает, но у них просто места забиваются. Они уже начали не в прошлую и в позапрошлую ночь, так сказать, возить, а потом отпускать. Им некуда рассовывать арестованных. Поэтому это их оценка, это официальная оценка. То, что я вижу днем, я вижу, что протест просто меняет форму. Непонятно, что с этим делать. Ну, Лукашенко, который вот стал нерукопожатным, может быть, возможно, для многих, тем не менее, остается таковым для России, для Кремля и для Владимира Путина, как считаете? Я думаю, что здесь немножко о другом надо говорить. Он не остается. Лукашенко, конечно, приобретает, приобрел уже новое качество. Потому что, ну, я не думаю, что в этом случае Путин вообще может проявлять какую-то брезгливость, учитываясь с тем кругом международного общения, в который он сам себя, так сказать, загнал. И это касается того же самого Лукашенко. Поэтому дело не в этом. Дело в том, что Лукашенко теперь и Белоруссия стали для него соблазнительной мишенью, где он может попытаться повторить украинский сценарий. Некоторые наши слушатели, когда мы обсуждали эту тему, задавали, есть сторонники, есть противники Александра Лукашенко и того, что происходит, в целом разные точки зрения. И вот как раз сторонники Лукашенко, они говорят, ну а чем вы объясните то, что выборы сфальсифицированы? Вот если так заявляют эксперты и так далее, на основании чего? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я ответил бы на этот вопрос следующим образом. Именно на этих выборах Лукашенко начал применять совокупность разнообразных технологий, которые вместе, так сказать, ну что ли, создали идеальные условия к тому, что даже не надо считать, а достаточно просто написать тот результат, который ты желаешь получить. И появляются в сети какие-то анонимные списки результатов по участкам. Там я вчера утром это смотрел, там, ну я думаю, что это какой чистый фейк, слегка отмазать Лукашенко, там ему дают 56%, а не 80%. Ну правда, не только на какой-то небольшой доле результатов, и среди тех участков данные, по которым приведены, нет ни одного участка, по которым мы видели в сети просто вот протоколы, копии протоколов со всеми подписями, печатями и так далее, где у, значит, у Лукашенко в 5-6 раз результат меньше, чем у победительницы. И таких протоколов много. Ни одного из этих протоколов в этих наборах не было. Вот, поэтому, значит, впервые были запрещены независимые не только экзит-полы, но и опросы. Впервые вот это трехдневное голосование, где в первые два дня проголосовало аж 40%. И даже под тем данным, которые вот появляются, анонимным, собственно, те 56%, которые набирает Лукашенко, они в основном за счет вот этих дополнительных двух дней и так далее. То есть, ну там это просто запредельные окопы, брустверы, значит, противотанковые рвы, которые он выстроил вокруг себя только для того, чтобы иметь возможность написать приятный ему результат, а дальше выпустить всех этих зверей на людей и думать, что он теперь, так сказать, в шоколаде. Но это далеко не так. У него главная ошибка в том, что он считает своим противником Тихановскую, а врагом Запад. А на самом деле все уже поменялось, и главный его противник – это, собственно, народ Белоруссии. Поймите, там простой психологический эффект, который вывел людей на улицу. Каждый из них, почти каждый из них пришел голосовать. И почти каждый из них выстоял в очереди для того, чтобы иметь возможность проголосовать впервые за всю историю Белоруссии. И впервые в этой очереди он узнал, что все будут голосовать так же, как он. И потом он спрашивал всех своих друзей, обзванивал и так далее, как ты голосовал. И узнавал одно и то же, это была Тихановская. И когда они услышали эти 80%, реакция была неизбежна. Вот в такой момент, в момент такого шока, особенно когда выключают интернет, люди ищут себя только на улице. Вот и все. Лукашенко вывел их. Лукашенко и это запредельное вранье, это антиконституционное преступление. А для чего, на ваш взгляд, если предположить, что результаты фальсифицированы? Почему Лукашенко так важно или его сторонникам было нарисовать эти условные 80%? Ну, нарисовали бы 55% или 60%, чтобы успокоить людей таким образом. Значит, здесь есть два соображения. Одно довольно очевидное. Значит, представьте себе, что вы рисуете деликатные 55%, чтобы не раздражать людей. Но это может привести к обратному эффекту, потому что на руках у этих людей, у твоих противников, есть протоколы, где ты проигрываешь пять раз, шесть раз. И это означает, да, вот если ты как бы играешь в некое подобие легальности, это означает требование избиркому перепроверки всех протоколов. А ты взял, просто написал. Ты даже не потребовал считать. Я уверен, что... Ну, там же была... Они на всякий случай эвакуировали избирком. Зачем эвакуировать избирком? Что они не в состоянии его защитить? И в тот момент еще избирком никто не штурмовал и не собирался штурмовать. И до сих пор не собираются, да? Но его можно эвакуировать для того, чтобы не считать, а просто писать нужный результат. Так вот, 55% нельзя писать. Потому что тогда появляется возможность отмены этих выборов на основании общепринятом во всех постсоветских конституциях. Выявленные нарушения на сотне участков. Есть сотня протоколов, где соотношение 70 на 20, 70 на 10 и так далее. В пользу Тихановской. И основание, что выявленные фальсификации не дают возможности принять решение о настоящем победителе. Я цитирую по смыслу, а не дословно. И привет. Значит, впервые за историю Белоруссии участки не были допущены из наблюдателей от оппонентов. И так далее. Ну, там можно перечислять сколько угодно. И впервые такое зверство на улице. Но независимые наблюдатели все же были. Мы, в частности, общались с независимыми наблюдателями, которые для своей личной статистики как раз пересчитывали, скажем так, в уме тех людей, которые приходили с белыми браслетами, потому что, как мы знаем, это символ сейчас и поддержка как раз оппозиции в данном случае. И Светлана Тихановской, наверное. И также считали, они смотрели, как кто заворачивает гармошкой бюллетени и кладет в урну. Это тоже был такой вот сигнал, скажем так. Да, да. Да, но были определенные трудности. Безусловно, наблюдатели также об этом сообщают. Это были независимые наблюдатели, например, из стран СНГ. Вердикт, который они вынесли, вообще известен, что это вообще идеальные выборы и так далее. Но понятно, что среди этих независимых избирателей могли быть абсолютно неприличные люди. Это решение назначенного председателя этой группы независимых наблюдателей от СНГ. Вот. А так, ну что, значит, не было независимых наблюдателей от ОБСЕ. Как вы думаете, почему? Ну, из-за коронавируса. Этим объяснили из-за коронавируса, якобы. Который Беларусь не признавал. Ни одного зарубежного СМИ, который получил аккредитацию, тоже из-за коронавируса. А кого арестовывали и избивали на улицах и клали на асфальт? Тоже из-за коронавируса? Может быть, эта болезнь по-другому называется? Ну, кстати, задерживали ведь и журналистов условно из разных лагерей. Если мы говорим про журналистов, словно из России, про властных, скажем, сотрудников телеканала «Раш Тудей», например, они пропали. И в то же время журналисты «Дождя», «Медузы», ну вот он уже был найден, спецкоры, и «Настоящего времени» и так далее. То есть в данном случае там уже не делили. Да, и жёстко всех прессинговали. Слушайте, вы действительно считаете, что вот эти несчастные зверики в чёрных шлемах и в формах, они отличают «Раш Тудей» от «Медузы»? То есть они винтили всех? Ну, конечно. Конечно. Если никто не получил аккредитацию, включая «Раш Тудей», а уж те, кто не выдавал, кто запрещал аккредитацию, они понимают разницу между «Раш Тудей» и «Медузы» или «Дождём». Но проблема не в этом. У «Раш Тудей» тоже есть камеры. И это главное. Это нельзя показывать. Это не должно идти наружу. Ну, не все силовики поступали так, как, например, жёстко подавляли протесты в Минске. Некоторые силовики в регионах, они опускали щиты и шлемы даже снимали. То есть это, конечно, в меньшей степени по сравнению с тем, что происходило в столице, например. Но так или иначе и такие были случаи, когда силовики принимали сторону протестующих. Да, это было в первую ночь. А, как вы знаете, во вторую ночь уже всё изменилось. Либо их сменили, да, либо, ну, дали, так сказать, адекватные инструкции и, так сказать, накачки. И на следующую ночь, и на послеследующую ночь уже всё было как в Минске. И были, ну, я слежу за телеграм-каналами белорусскими, которые всё это выкладывают. Ну, и там стандартные зверства. Стандартный мат, стандартное зверство, стандартное остервенение этих звериков. Да, да. Стандартный мат, стандартное зверство, стандартное зверство, стандартное зверство. А также уникальная ярмарка школьных товаров. Кроме того, сейчас зарегистрируй бесплатно карту пунктов Акропол. Получай по пункту за каждые 25 евро и наслаждайся отдыхом со скидкой до 80%. Будем встречаться чаще в Акрополе, столице шопинга и развлечений. Всегда ли прав гости? Как оставлять чивые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На RadioBalt.com Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открыти разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже... Мммм... Дегустации в прямом эфире. Гаршти пиђтельник, 17.00 на Радио Балт.ком Катру трещдену пет 2013. клаусетесь раидийуму Мелу контроли. Раидийуми иетверос ме с копом ар пиаиценателем вьесем, экспертем, Латвийс Сабиедрīбас пьедокли лидерем, славенīбам, иетекмэтайям, дажаду сферу паставјем. Центрисмесь запраст, kas ир вилтуззиņа, у аналитиски пейтисим реалас Латвийс и пасаулес мэрога пьемэрус. Раидийумos diskutēsim пар методēm, ар kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim рисinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot mēlu izplatību mediju vidē. Званiet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties rаидийумus Мелу kontrole katru trešдienu пēc 2013. Мелу kontrole. Projekta finansē mediju atbalsta fonis no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Mелу kontrole saturu atbildes JARNR LTD. JARNR Both JARNR 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 у нас на прямой связи. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И вот, кстати, о Борисе Ельцине упоминал в том числе Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону, если вы смотрели это интервью, которое вышло до выборов, буквально за день, если я не ошибаюсь, или несколько дней до выборов. И он как раз там даже пародировал Бориса Ельцина. Возможно, вы видели эту пародию. Нет, не видел. Ну, в частности, да, он вспоминал довольно дружеские отношения с Борисом Ельциным. Ну, с Борисом Николаевичем было несложно поддерживать дружеские отношения. И он вообще довольно благожелательный был человек. За все время, что я с ним работал, он не позволил себе ни единого личного выпада публичного против своих самых страшных политических противников. И когда мы ему писали, допустим, что-то вставляли, это в его выступлении он это вычеркивал, прямо рвя бумагу. Ну, это его политический стиль. Но разница между этими двумя людьми гибянская. А Лукашенко, вот есть такая информация, что Лукашенко хотел стать президентом России, стать преемником Бориса Ельцина. Она подтверждается? Такой был разговор? Во-первых, я ушел с Кремля осенью 97-го года. И что там дальше происходило, это было за пределами моей активности. Я уже занимался своей научной работой, эндемом и так далее. Но мне кажется, это не очень правдоподобно. не очень правдоподобно. Не знаю. Вот в частности, Владимир Познер говорил о том, что когда у Бориса Ельцина возникли серьезные проблемы со здоровьем, тогда Лукашенко всерьез претендовал на пост президента России. Механизм имеется в виду 96-й год после выборов? Ну, вероятно, да. Ну, да, вероятнее всего. Нет, это абсолютно нелепо. Потому что, ну уж тогда, скорее, Зюганов должен был бы воспользоваться что это такой исторический фейк. Если его хоть чуть-чуть надувает Лукашенко, но это, так сказать, его проблема, я считаю, что это крайне маловероятно. Но сегодня нередко даже, ну, скажем так, либеральная часть общества, если условно можно ее так назвать, говорит о том, что вот эти нечестные выборы, которые сегодня условные нечестные выборы на постсоветском пространстве, все началось с 96-го года, вот, когда выборы также были нечестными. Что вы по этому поводу можете сказать? Есть у вас какой-то аргумент? это, так сказать, абсолютная глупость, это такая проекция, значит, есть попытки оправдать ну, как бы, нынешнюю мерзость тем, что вот, а это было все такие, да? Ну, вот, типа, да, на Западе, они же все такие же, как мы, и так далее, да? Обычное дело. Ну, я начну с самого простого, может быть, кто-нибудь назовет пример кандидата, снятого с пробегов, с выборов, недопущенного до выборов, кто-то вспомнит какие-то ограничения на встрече с избирателями или на присутствие в эфире, тоже это никто не может сказать. Значит, ну, вспоминают коробку из-под Ксеркса, на которые там Крыжаков пытался сместить Чубайса между турами, но дело в том, что вы можете обратить внимание, что никто из оппонентов Ельцина не зацепился за этот скандальчик, который пытался поднять Крыжаков, по той простой причине, что коробки из-под Ксерксу с долларами были у всех. Просто был очень низкий уровень заданной законом планки финансирования, а реальные выборы стоили на порядке больше. Ну и самое главное, в 90-х годах в принципе не существовало вертикали избиркомов. И невозможно было управление, вертикальное управление избирательными комиссиями. В 90-х годах не существовали значит, разнарядки по тому, какой процент должен набрать каждый регион, то, что было в нулевых. Это было невозможно. Так что это такая типичная проекция, попытка снять когнитивный десант, сваливая свои на как бы первородство. Ой, этот сифилис я получил от папы генетически и так далее. Но это смешно. Но все-таки на ваш взгляд, я понимаю, что все не черно-белое, как вы сейчас сказали, и неоднозначно все, но можно ли? Извините, что значит неоднозначно? Ну вы сейчас да, пожалуйста. Значит, я напомню, что были попытки, например, со стороны администрации президента в 90-х снятия с пробега. Яблоко снимали, тут же был суд и тут же суд отменил это решение и яблоко участвовало в выборах. Значит, вам это известно? Или вы это забыли? Да? Или этого не знают эти, значит, ребята, которые снимают свой когнитивный диссонанс? Ну это их проблемы, да? И я могу такие примеры перечислять значит, многократно. Да? Если себе представить масштаб нарушения были на выборах всегда в 90-е и эти нарушения были как в сторону коммунистов, это зависело от, кто действительно мог управлять избирательными комиссиями в регионах, так это местные власти. И в зависимости от своих симпатий они пытались сдвигать из выбора в ту или в другую сторону в зависимости от своих симпатий. но это где-то подсчитывали специалисты где-то масштаба 3-5% максимум. Вот. И например, на выборах 96-го года мы знали где коммунисты это практикуют в регионах Красного Пояса и мы на президентских выборах устроили туда студенческий десант ночной наблюдателей. Мы их учили студентов как наблюдателя, потом на автобусах вывозили в деревне, где они даже не знали, что существует такая вещь как избирательный. Вот. И там 1,5-2% мы отобрали на этому коммунисту в первом туре и еще больше во втором. Вот как это происходило. Вот интересно, что есть фильм, не знаю, видели ли его, кстати, американцы сняли, проект Ельцин он называется, где в частности показана группа американских политтехнологов, которые помогли Борису Ельцину из семьи победить. Вот смотрели этот фильм, кстати? Конечно, есть книжка и два фильма. Значит, первое, действительно, американцев выписывали. Это произошло, когда существовал штаб этого самого Сосковца, первый штаб, который потом распущен Ельцином, ну, из-за бездарности и совершенно преступной деятельности. во время этого штаба были наняты вот эти американцы, вот, а потом, когда сформировался второй штаб под руководством Илюшина и с Чубайсом во главе аналитической группы, в этом просто не было необходимости. Они сидели там в том же президент-отеле, что сидели мы, и они получали какие-то наши материалы, там, их оценивали, но никакого влияния на то, что мы делали обратного не было. Был один единственный, если интересно, я могу рассказать, был один единственный случай, смешной очень случай, когда их продукция попала к нам в руки. Это у нас в стратегии измерительной компании была акция под названием «Листовка последнего дня». Это довольно распространенная вещь в технологиях избирательных. В последний день голосования огромным тиражом издаются листовки и засовываются в ящики почтовые. И мы имели решение, что мы внутри в штабе объявляем конкурс на такую листовку, и мы будем реализовывать эту акцию только если мы все признаем, что среди этих листовок есть гениальная, что ради нее имеет смысл тратить деньги и усилия. В результате гениальной листовки так и не появилось. Даже та, которую я писал, не была признана гениальной. Что может быть закономерно, не знаю. Поэтому мы отменили эту акцию. А на следующий день я обнаруживаю на столе у Илюшина какую-то листовку, я читаю полный бред, и на ней написана печать. Значит, это все было, потом узнали, откуда это появилось, и все это было сожжено. Вот и все. Вот это было единственное влияние их на наши избирательные платы. Вам не обидно было смотреть эти фильмы? Понятно, что это, конечно, художественное кино, но тем не менее там в этом фильме показано, что американцы сделали Ельцина. Это не художественное кино, это анти-сайенс-фикшн. Вот. Такое типичное, то есть ничего художественного там особо нету, но это все не соответствует действительности. Нет, абсолютно не обидно, господи, плевать. Напомню, что нам также можно звонить. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы можете подключаться, уважаемые радиослушатели, задавать вопросы. Также пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 номер WhatsApp Георгий Сатаров с нами на прямой связи, политолог, социолог и экс-помощник президента России Бориса Ельцина. Сегодня в программе абонент доступен. Да, но если говорить вообще о влиянии США, Госдепа, ЦРУ и так далее, потому что каждый раз, когда начинается какая-то заварушка на постсоветском пространстве, сразу вспоминает вот эти учреждения. Еще МОСАД, но его реже. На ваш взгляд, вот та история с Ельциным и присутствие американцев и кинематографические опыты, которые были потом, это создало некое ощущение вот такой теории заговора? Потому что американцы-то были, влияния может и не было, но они были, и соответственно вот оттуда растут эти ноги, что американцы везде. Как вы считаете? Да, слышали ли вы? Слышите ли вы нас? Да. Что-то у вас со звуком было, так это может быть меня или нет. Слышите нас сейчас? Нормальная слышимость? Сейчас слышу, сейчас слышу, да. Да, я повторю вопрос, потому что очень часто сейчас. В целом я понял вопрос про теорию заговора и так далее. Значит, поверьте моему опыту пребывания во власти на довольно высоком уровне, что политический заговор это очень сложная и редкая вещь. Гораздо чаще бывают, когда некая какая-то совокупность разных влияний к какому-то результату и та сторона, которая устраивает этот результат, начинает строить всякие теории, согласно которым именно их последовательные усилия привели к этому результату, что, как правило, совершенно не соответствует действительности. вот это подавляющее число заговоров. Бывают заговоры, которые удаются, бывают, которые не удаются. К выборам Ельцина совершенно к этой избирательной кампании это не имеет никакого отношения. Много звонков у нас, будем их принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир, меня зовут. Скажите, пожалуйста, господин Фатаров, вот сколько за Тихановскую, за Лукашенко сейчас никто не скажет. То есть версии 80, 55 вы озвучили, за Тихановскую если 80, то 20 за Лукашенко. То есть и как будет твоя версия? Ну вот вопрос, значит, вот за 4 года с прошлых выборов до теперешних и вот вы сказали там массовые забастовки, там и все остальное и прочее. Это значит он должен был Лукашенко что-то такое, ну я выражусь наворочить, наковырять, что прошлые выборы были по-любому там в районе 70 с чем-то, а сейчас по какой-то из версий там 20 процентов. То есть что по-вашему Лукашенко такое совершил, что если вот по вашей версии либералов, что вот у него сейчас значит вся Деларусь против него? Да, спасибо вам. Да, ну во-первых насчет 70 по-всякому это значит ну во-первых вот эти слова 74 по-всякому по-всякому это по-какому значит вот что значит вы уверены что действительно проголосовало 74 процента или просто тогда скромнее написали? Если вы считаете что действительно столько проголосовали то на каком основании вы это считаете? да и так далее и так далее считаете ли вы те выборы на которые вы ссылаетесь действительно честными? Это первое что касается второго то видите ли жизнь не только политическая не только социальная жизнь но и жизнь если угодно так сказать физических объектов устроена гораздо сложнее чем нам кажется ну вот простая вещь в плотине появилась маленькая струйка вот она течет потом где-то рядышком появилась еще одна маленькая потом между этими двумя струйками пробежала трещинка и отвалился небольшой кусочек а потом вдруг в некий момент неожиданно она начинает рушиться эти процессы давно уже лет 40 изучает современная наука процессы так сказать неожиданного спонтанного изменения ситуации будь то в плотине будь то в социуме поэтому ровно то же самое могло происходить и в Белоруссии по мере ну прежде всего смены поколений мы увидели на площадях что один из самых существенных факторов это конечно смена поколений в свое время Артур Шлезингер младший замечательный историк и помощник Кеннеди написал в своей книжке цикл американской истории на каждое поколение приходится своя революция вот сейчас пришло поколение со своей революцией ну что ж успеем ли мы еще принять звонок нет подсказывать нам звукорежиссер что время нашего эфира подошло к концу спасибо вам да и подписывайтесь на канал в ютубе Георгия Сатарова его не сложно найти в интернете спасибо вам всего доброго и до свидания всего доброго до свидания